Фронтмен известной инди-рок группы из США Бразавиль Дэвид Артур Браун объявил о проведении 18 августа в столице Башкортостана благотворительного концерта группы в поддержку строительства хосписа в Уфе. Вся прибыль поступит на счет фонда ИМАН, где аккумулируются средства на возведение хосписа. Музыканты будут выступать без гонорара. Уфа до сих пор остается единственным крупным городом России, где нет хосписа. 1 сентября состоится Уфимский международный марафон. В программе 5 дистанций – 42 километра, 21 километр, 10 километров, 5 километров и 2 километра. Детские забеги и эстафета. Также состоится семейный забег «Мама, папа, я – спортивная семья», корпоративный забег республиканского бизнеса, забег регионов России и название «Самый спортивный мэр». На сегодняшний день спортивное мероприятие входит в десятку крупнейших марафонов России и топ-100 брендов Башкирии. Как сообщает телеканал БСТ, из-за затяжных ливней 15 коров утонули на реке Зелим в Гафурийском районе. Инцидент произошел рядом с селом Юлуково. В связи с ремонтом бетонного моста здесь установили деревянный, вдоль которого коровы ходили вброд до пазвища. Из-за резкого подъема реки и сильного течения животные не смогли выбраться из воды. Их смыло под деревянную переправу. Выбраться смогли только одна корова и два бычка. Уфимка обратилась в поликлинику по месту жительства, чтобы сдать анализ крови на наличие гепатита B и C. Хотя она являлась инвалидом второй группы, а также имела на руках действующий полис ОМС, с нее взяли деньги за анализы, которые, согласно действующему законодательству, берутся бесплатно. Пациентке пришлось обратиться за помощью в прокуратуру советского района, после чего ей вернули деньги. Виновному лицу объявлено замечание, уточнили в пресс-службе надзорного ведомства. Бывший главный бухгалтер ОМВД по Зианчуринскому району осужден за присвоение 500 тысяч рублей. Внутренняя финансовая проверка показала, что глава бухгалтерии в 2015-2017 годах выплачивала себе премии, изготовив второй вариант приложения к приказу начальника, а также начисляла себе разовые премии и материальную помощь к отпуску. За два года она присвоила полмиллиона бюджетных средств. Ее осудили по статье «Мошенничество». К одному году восьми месяцам лишения свободы условно. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok